Урок 29. Познакомьтесь, пожалуйста, с новыми словами. Употребите новые слова в предложениях. Твой отъезд был запланирован на вчера. Мы ждем прибытия поезда. Из-за плохой погоды мой коллега попал в автоаварию. У физиков была встреча в Берлине. Чья это была идея? Она нашла мою пуговицу. Ремонт автомобиля стоил 100 марок. Мы ничего не слышали о ее бракосочетании. Твои рубашки лежат в шкафу для белья. Познакомьтесь с очередной группой новых слов и словосочетаний. Бедный Встречать Гладить Жениться, выйти замуж, бракосочетаться С того момента, с тех пор как Ссориться, спорить Бросить на произвол судьбы Мне нехорошо, плохо Употребите новые слова в предложениях. Мы встретились по дороге. Я нехорошая хозяйка, так как каждую рубашку я глажу два часа. Мы поженились летом. С тех пор как мы живем у Балтийского моря, мы здоровы. Они всегда спорили, когда разговаривали о политике. Она бросила его на произвол судьбы. Я не могу ничего есть, так как после этих капель мне плохо. С тех пор как мы закрепим на примерах. Обратите внимание на русский перевод. С тех пор как мы живем в деревне, мы здоровы. С тех пор как у нас новый шеф, кое-что уже изменилось. С тех пор как его бросила жена, он пьет. С тех пор как мы встречались в последний раз, прошло много времени. Переведите диалог с немецкого языка на русский. Михаил голоден. Михаил. Что сегодня у тебя есть из еды? Эта. Скажи мне, с каких пор ты не ешь дома? Михаил. С тех пор как моя мама поехала в деревню, у меня нет еды дома. Она оставила меня на произвол судьбы и уехала с Сабиной к своему дяде. Моя мама хочет там отдохнуть. От чего она хочет отдохнуть, я не знаю. Петер. Это действительно плохо для тебя. Михаил. Представь себе, сегодня даже не было свежего молока в доме. Посмотри теперь на мою рубашку. С позавчерашнего дня здесь не хватает пуговицы. Михаил. Так надень другую рубашку. Михаил. Петер. Хм. Это легко сказать. Где мои брюшки? Петер. Погладила ли она их? Петер. Почему я это знаю? Откуда я должен это знать? Михаил. Ну, видишь, я тоже этого не знаю. Когда моя мама дома, каждое утро лежит здесь свежая рубашка. Не знаю, откуда она ее берет. Петер. Смотри в шкаф для белья. Михаил. Вешешранк. Я думаю, что он стоит в вашем доме. Да, это хорошая идея. Шкаф для белья. Я думаю, что он стоит в ее спальне. Да, это хорошая мысль. Петер. Эта слабая мама. И ты не знаешь, где она должна уйти? Бедная мама. И ты даже не знаешь, от чего она должна была отдохнуть. Несколько раз прочитайте предыдущий диалог, чтобы затем без труда ответить на вопросы. Bei wem wollte Михаил essen? Er wollte bei Peter essen. Wo will sich Михаils Mutter erholen? Sie will sich auf dem Land bei ihrem Onkel erholen. Was hatte heute Morgen Михаил nicht getrunken? Er hatte keine Milch getrunken. Woran fehlt ein Knopf? Er fehlt an seinem Hemd. Was für ein Hemd zieht Michael jeden Morgen an? Er zieht ein frisches Hemd an. Wo sollen sich seine Hemden befinden? Sie sind wohl im Wäscheschrank. Er ist Fantastisch. Pazнакомьтесь с новыми словами. Das Gedicht. Стихотворение. Das Kaninchen. Krölik. Der Nebel. Tumann. Das Reich. Korolivство, государство. Das Pony. Pony. Die Taube. Golubb. Das Tier. Животное. Das Unglück. Neschастье. Das Wunder. Chudo. Der Zirkus. Cирk. Употребите новые слова в предложениях. Он написал хорошее стихотворение. У него есть маленький кролик, которого он каждый день сам кормит. Из-за тумана самолет не мог полететь в Вену. Я охотно остаюсь у себя дома, ведь это мое царство. Девочка ездила на пони. В нашем городе много голубей, которые проводят у нас также всю зиму. Это было счастье в несчастье. История, которую он всем рассказывал, звучала как чудо. Дети всегда радуются, когда приезжает цирк. Так как ее бабушка любила природу, она держала в саду разных животных. Познакомьтесь с очередными новыми словами и словосочетаниями. Быть готовым. Жить на лоне природы, в деревне. Бегать вокруг, около. Смеяться. Там очень весело. Беззаботный, не знающий забот. Засмеяться, лопаться от смеха. Задорный, своевольный, заносчивый. Опрокидывать, сшибать. Удивляться. А вот примеры их употребления в предложениях. Ты уже готов сдавать экзамен? Так как он любит свежий воздух, то он живет со своей семьей в деревне. Это хорошо, что маленькие дети живут беззаботно. Иногда здесь бывает очень весело. Когда он пробует говорить, как его мама, я всегда смеюсь до упаду. Она так быстро выходила, что опрокинула при этом красивую вазу с цветами. Обратите внимание на порядок слов в подчиненном предложении, в котором употребляется модальный глагол в сочетании с другим инфинитивом. Личная форма глагола «haben» предшествует в таком случае инфинитиву основного и модального глагола. Например. Закрепим формы прошедшего времени модальных глаголов. Замените глагол в настоящем времени на прошедшее время в следующих предложениях. Прочитайте рассказ Сабины, который проводит отпуск. Когда я могла посетить дядю Хайнса, я была очень довольна. Я чувствовала себя у него особенно хорошо. Он живет со своими животными далеко от деревни, действительно на лоне природы. У дяди Хайнса я могла бегать вокруг и находила это замечательным. Поэтому я назвала эту местность «Вилла без забот». Там было довольно весело. Я любила всех животных дяди. Охотнее всего я играла с пони. Das пони Алекс стал шаловливым животным. Алекс machte nur das, was er wollte. Er war immer bereit, Spaß zu machen. Алекс сделал только то, что хотел. Он всегда был готов шутить. Das ist ja auch kein Wunder. Алекс wurde gut gefüttert und er lief den ganzen Tag nur so herum. В этом нет ничего удивительного. Алекса хорошо кормили и он целый день бегал кругами. Всегда, когда мы открывали кухонное окно, так сразу же приходил Алекс, просовывал голову в окно и кое-что переворачивал. Этот пони должен был играть в цирке. Но дядя Хайнц любил разных животных. Он каждый день с ними разговаривал. Он верил, что они помогают людям в несчастье. У него еще были утки, кролики, собаки и голуби. С его голубей мы однажды чуть не лопнули от смеха. А было это так. Однажды пришел крестьянин и купил у дяди несколько голубей, которых затем положил к своим. Несколькими часами позже, когда дядя Хайнц кормил своих голубей, он очень удивился. Свои старые голуби снова были у него. Но это ему больше не удалось. Так как он от смеха держался за живот. Этим он меня тоже заразил. Мы смеялись так громко, что животные смотрели на нас. Оба новых голубя вскоре чувствовали себя так хорошо, как и остальные. У дяди Хайнца в вилле без забот в королевстве животных каждый чувствовал себя хорошо. И, наконец, небольшое фонетическое упражнение. Субтитры создавал DimaTorzok